Уважаемые участники заседания, хочу приветствовать вас на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. К осени наша интеграционная повестка заметно оживилась. В сентябре со многими из вас мы встречались в Душанбе на мероприятиях ШОС и ОДКБ, где особое внимание уделили внешнеполитическим вопросам. Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить экономические аспекты нашего сотрудничества. Чуть позднее в узком составе мы обменяемся мнениями по наиболее чувствительным из них. Это, напомню, формирование общества рынка газа, в частности вопросы ценообразования и транспортировки, также обсудим целесообразность подключения нашего Союза к глобальному диалогу по климату. Что касается повестки в широком составе, которые мы открываем, то нам предстоит принять один из ключевых документов нашей встречи – решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и правил биржевых торгов этими продуктами. К 2024 году нам предстоит разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов. При этом, стремясь к созданию общего ринга энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех государств членов нашего Союза. Только таким образом мы сможем обеспечить его устойчивость и долговечность. Дальнейшее развитие Евразийского Союза мы связываем с полной своевременной реализацией стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Важно уже сейчас сконцентрироваться на выполнении мер, предусмотренных данным документом. Только в этом случае, к 1 января 2025 года, мы получим полноформатный экономический союз с едиными рынками товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов. Считаю, что в нашем интеграционном строительстве приоритетными должны быть следующее направление. Первое – формирование цифрового пространства. По нашим оценкам, процесс создания и запуска интегрированной информационной системы Союза идет медленно. Мы строим ее уже около 10 лет. При всей масштабности сложности проекта такие результаты сложно признать удовлетворительными. Из почти 90 общих процессов нормально работают чуть более 20. Второе. В продолжение вопроса о транзитном потенциале следует ускорить разработку проекта соглашения о единой системе таможенного тарифа. Его принятие на роду с соглашением о применении в Союзе навигационных пломб для ослеживания перевозок будет способствовать увеличению транзитного потока товаров. Третье. В целях дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимо внедрить на уровне Союза систему среднесрочного и долгосрочного планирования АПК с учетом развития мирового аграрного рынка. Мы должны серьезно задуматься о продовольственной безопасности наших стран, защите от внешних ценовых шоков, вызванных ажиотажным спросом на ту или иную сельскохозяйственную продукцию. Следует также выйти на окончательное решение проблемы односторонних запретов и ограничений на поставку товаров. Соответственно, нужно обеспечить своевременный и полноценный межгосударственный обмен информации в сфере санитарного, фитосанитарного, ветеринарного контроля. 4. В ЕАЭС пока слишком мало сделано по импортозамещению. Очевидно, что этот процесс должен быть увязан с промышленной кооперацией Союза. Чтобы избежать протекционизма на национальном уровне, необходимо максимально использовать промышленные мощности и ресурсы наших стран. Они немалые. Важно не просто содействовать производственному сотрудничеству, но и стимулировать более продвинутые формы кооперации путем создания наднациональных евразийских компаний или консорциумов. Пятое. Требуется дальнейшее совершенствование финансовой инфраструктуры Союза, в том числе для поддержки промышленной кооперации. Для увеличения количества совместных проектов с высокой интеграционной составляющей нужно обеспечить доступ к проектному финансированию в виде долгосрочных кредитов с годной процентной ставкой. Для этого надо изменить формат работы Евразийского банка развития. Главные недостатки в его нынешней модели – высокий порог финансирования проектов и отсутствие льготной ставки по кредитам. Также для совместных разработок необходимо активнее привлекать национальные институты развития. Шестое. Развивая финансовую тему, нельзя обойти вопрос расширения использования национальных валют. Об этом мы все много говорили. Чрезмерное использование в расчетах той или иной иностранной валюты лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, угрожает безопасности наших стран. Поэтому, где, как не в ЕАЭС, нам следует опережающими темпами выходить на использование национальных валют. Уважаемые коллеги, решение обозначенных вопросов позволит нам скорее преодолеть последствия экономического спада, вызванного пандемией, восстановить деловую активность, простимулировать рост промышленного производства, доверие, улучшить транзитный потенциал и конкурентную среду нашего общества экономического пространства. В Беларуси убеждены, что при наличии доброй воли совместными усилиями нам удастся в полной мере реализовать все возможности Евразийского экономического союза и достичь поставленных целей. Редактор субтитров А.Семкин